С вами Алиска, но Береглаб. Сегодня мы говорим о вулканах и землетрясениях. Начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш скантеатр и смотрим, какие сюрпризы она нам предоставила за последние сутки. Но видим, что в основном это с юга. Вот здесь вот идет в южном полушарии между 4 и 7 часами выделение. Но обратите внимание, вот здесь вот между 8 и 11 часами тоже неспокойно. Поэтому за этой зоной надо, конечно же, наблюдать. Но давайте посмотрим, что интересного у нас. Какие зоны? 30,78 это южная зона. Вот. И 30,82. Ну, было видно, что доходило практически до уровня М в последние часы. А за последние сутки было М1,86 максимальное. Но обратите внимание, вероятность М класса остается низкой. 30% Х класса 10. То есть до сих пор не подняли этот уровень. И вот 30,82. Как раз ее вчера не было, эта зона. Вот я говорил, что срочно дайте ей номер. Вот ей дали. И все. Она пошла в статистику. И видно, что это тоже активная зона. Ну и 30,81 сейчас смотрит прямо на нашу планету. Но что-то какой-то активности нет. Ну, если она выстрелит, то этот поток будет направлен прямо на нашу планету. И обратите внимание, здесь, на юго, в южном полушарии, опять вот здесь вот на 8 часах, мне кажется, тоже уже есть пятна. Такое ощущение, что это все развивается прямо на глазах. И пятна вот должны образоваться в ближайшие дни. Ну, посмотрим. То есть, впереди ситуация довольно-таки интересная. Давайте в другом диапазоне еще глянем, что происходит. И увидим, что да, да, здесь есть, конечно же, активные зоны. Вот 82-я зона будет развиваться. Вот 81-я. Ну, мне кажется, она может выстрелить. Видите, вот видите, дуги такие. Вот все готово к тому, чтобы произошел выброс. Ну, посмотрим. Посмотрим. Всего у нас 6 активных зон. Вот 30-78 содержит 13 пятен. А вот так, общее количество небольшое. Чуть выше 40 пятен в этих 6 зонах. Давайте посмотрим дыры еще. А дыры вот у нас в северном полушарии, смотрите, дыра есть, да. И, кстати, если ее продолжить, то ее здесь сжало. Ну, в общем-то, таким вот серпом, да. Прям серп такой наблюдается. И плюс вот здесь вот еще чуть ниже экватора мы тоже наблюдаем дыру. Так что, может быть, и стимуляция сейсмической активности, если она разовьется. Ну, пока геомагнитная обстановка, индекс, КП, все в зеленой зоне. То есть, пока никакого возмущения нет. Но, посмотрите, на ближайшие часы, конечно, картина впечатляет. До третьего уровня магнитной бури ожидается. Вот. У нас еще здесь гроза ожидается. Представляете, магнитная буря, да еще и сочетание с сильными грозами. Прям страшно подумать. Ладно. Переходим к вулканам. Давайте почитаем немножко ваши комментарии. Ярослав Баринов пишет. Алекс, рад очень возвращению. Ждем новых открытий. То же самое пишет. Раздан 81 из Рали. Спасибо из возвращения. Кира Ефримова пишет. Ну, Алекс, ты напугал. Слава Богу, у тебя все хорошо. Каждый день заходил к тебе на сайт, а тебя все нет и нет. И, наконец, ты появился. Я очень рад. Здоровья тебе. Да, наверное, надо делать отдельные посты. Хотя бы, что ухожу в отпуск. Потому что я говорил в видео, но не все люди ознакомились. Но спасибо большое за беспокойство. А с возвращением, Алекс пишет. Валентина Чижик. Благодарю за труд. Всем здравия и благополучия. Спасибо вам большое. Также Лилу Станева пишет. Спасибо. Благодарю вас. Так. Юми Юми пишет. С возвращением. Очень жду видео про переполисовку. Да, получил много концентраций обратной связи касательно вашего впечатления про переполисовку. И, в общем-то, тоже продолжает эту тему Людмила Кравец. Приветствую с возобновлением работы канала. Что-то я не поняла, что магнитное поле смещается. Слышала, а географически слышу впервые. Если можно, расскажите. Я думаю, это требует отдельного выпуска. Потому что тема довольно-таки сложная. Но она затрагивает вот такие вопросы. Допустим, почему одни склоны гор, допустим, располагаются, когда на севере, на юг склоны гор. И разница между ними ощущается, то это все нормально. Потому что понятно, что на севере прохладнее. Там меньше солнца, особенно в высоких широтах. Угол наклона солнца меньше. Соответственно, меньше подвижность ледников. И, соответственно, это отображается и на горном рельефе. Там, как правило, ледники сидят дольше. Они сохраняются дольше. Но вот сложно объяснить, когда эта разница наблюдается между Западом и Востоком. Это первое. Второе. Такие вот факты, которые наблюдаются. На севере Гренландии у нас наблюдаются, допустим, леса. Остатки лесов. То есть здесь пеньки. Причем таких умеренных широт лесов. Именно на севере Гренландии. Как вы знаете, в Антарктиде находят вообще там остатки тропических животных, тропических растений. Объяснялось это все учеными тем, что плавают материки, как льдины. И, соответственно, постепенно эмигрируют. Но это очень сложно объяснить. Еще один факт этим. Еще один факт. Если вы бывали на Кавказе, вы знаете, что колоссальная разница между Западным и Восточным Кавказом. На Западе полно ледниковых долин. На Востоке ледниковых долин практически нет. Там представлены каньоны. Соответственно, с чем это связано, тоже очень сложно объяснить. Потом вы все знаете историю, наверное, слышали о ледниках, которые покрывали европейскую часть России. Большой вопрос, почему они не покрывали, допустим, вот эту часть. Непонятно, почему они не покрывали черноземную зону. Тоже непонятно, почему вот именно примерно вот так вот располагалась зона покрытия. И почему, в принципе, ледник взял и отступил, оставив после себя следы. Очень много вопросов по этому поводу. И почему многокилометровый лед покрывал, допустим, Англию, Ирландию, Францию, но при этом не покрывал вот эту часть. Непонятно, да? И ответ на это только один, то, что периодически происходит смена географических полюсов. И вот сейчас происходит накопление льда. Соответственно, в Антарктиде, в Гренландии происходит накопление льда. И тают остатки ледников. Да, еще такой вопрос. Почему следы ледников в Сахаре? Понимаете, вот эти вулканы, которые располагаются в Сахаре. Почему у них ледниковые тоже долины там присутствуют? И в Марокко, почему в горах тоже присутствуют ледники? Спрашивается, при таком климате откуда ледники? Ну, если вы знаете, здесь тоже остатки Кельманджаро ледников в Африке. Вот. А при этом следы ледников, допустим, вот здесь в Северной Америке, на восточном побережье, они очень слабо представлены. Вот. И то же самое каньоны в Центральной Америке, в Колорадо. Если вы знаете, река Колорадо представлена каньоном. Почему там нет ледников? Там ледниковые долины только на высоте около 4 километров. Ответ на этот вопрос может быть дан только этим. Ну, вот я занимался как раз изучением, посмотрел. И действительно, то есть юг располагался... Вот если взять Альпы и увеличить, и юг располагался... Вот здесь вот, в этой части Альпы, да, юг располагался сюда, в эту сторону, а сюда располагался север когда-то. Вот. И, соответственно, по склонам Альпы, по долинам, и можно сделать вывод сейчас такой. Ну, наверное, потребуется еще дополнительное исследование, но, по крайней мере, это звучит гораздо логично, чем то, что миграция материков произошла. Понимаете, миграция материков, даже если взять официальные данные дектонической теории, она происходит очень медленно. Это занимает сотни миллионов лет. А процессы оледенения и потери льда гораздо быстрее. И, соответственно, здесь все это происходит более быстро. Чего спрашивает вопрос, как это происходит? Судя по всему, это сопровождается мощнейшей вулканической активностью. Оно понятно, потому что происходит внутри Земли различные агрегатные состояния, наблюдаются, да, и, соответственно, за этим переворотом не все поспевают одномоментно. В том числе движение атмосферы очень мощное, судя по всему. То есть это какой-то шквал такой, просто сметающий все на своем пути. Ну, я думаю, что происходит также выход морей из своих берегов. Вообще переформатирование полностью расположения морей. Вода выходит из океанов. Вот, если вы знаете, еще одна тоже теория, что Средиземное море, оно было сухим. Оно заполнялось водой, здесь даже остатки вот этих каньонов, которые, когда вода протекала, да, с чем это можно объяснить? Да с тем, что западная часть, она подо льдом была, мощный, многокилометровый слой льда, и просто он перекрывал собой, и он не давал туда пролиться морской воде. То есть все подтверждается, понимаете, все эти факты так или иначе складываются в одну систему. Вот, ну давайте коротко по вулканам теперь скажем. 40 вулканов при норме 40. Из интересных извержений Сабанкая в Перу, там 2,5 километра над вершиной поднимается столб пепла. Ну и в Коста-Рике, вот здесь вот тоже, Оренкон-Доловьеха, вулканы, даунки. Не постоянная активность, то есть под наблюдением находится. Ну давайте еще почитаем ваши комментарии. Светлана Светикова пишет, ну с возвращением, приветствую вас, спасибо большое. Психолог Татьяна Лучезарная пишет, Алекс, как я соскучилась по вашим выпускам. Обязательно расскажите про переполисовку. Ну вот я уже сказал, дроллеры юмор-шутки пишет, пока все жарились в Европе, Алекс в горах прохлаждался. Ну вот реально хорошая шутка, спасибо всем большое за поддержку. Мы переходим к землетрясениям, у нас 115 землетрясений магнитудой 2 и выше, как мы видим, что количество гораздо ниже. Хотя я на днях прочитал статью, что на самом деле количество якобы выше, это просто скрывает. Но вы знаете, землетрясения особенно крупные сложно все-таки скрыть, потому что, в общем-то, когда трясет, то ощущается довольно-таки хорошо. И на большие расстояния, и большим количеством людей. Так, 3,1 на севере Алжира у нас, там же двоечка у Гибралтара, вот 4,5 на западе Греции на глубине 10 километров. Там же 3,2, 3,1 у Крита, две двойки у Турции, вот здесь вот 3,7 на юге. В востоке Турции глубина 2 километра, опять вулкан 0,302, это на границе с Сирией. 4,0 на востоке Турции, глубина 12 километров, и видим еще 3,3 также на востоке Турции. Обратите внимание, что вот эта зона пошла резко активироваться. В Кавказе затишье. Вот КВКВРР пишет, скажите мне, друг, в Чечне было землетрясение силой 3 балла и глубиной 100 километров. Это предсказывает ли сильное землетрясение? У нас долго было затишье, прошло уже месяц без землетрясения в Чечне. Ну, хотя бы 5 баллов, возможно, в этом году, если вы знаете. Вы знаете, мы наблюдаем за этим, и, к сожалению, вот эти мерцающие землетрясения, и плюс их расположение, в том числе поверхности, показывает о том, что, скорее всего, происходят какие-то движения магмы под Кавказом, понимаете? А это, возможно, что пробуждается один из вулканов. Его пробуждение будет сопровождаться землетрясением. Да, М5 вполне возможно. 3,9 на глубине 15 километров Юг Ирана и 4,0 на глубине 11 километров. Умывая троечка, две двойки на севере Индии. Так, вон до Китая ничего нет. Смотрим, вот у Кузнецка здесь двоечка и 4,1 на республике Тыва. Глубина не указана. Смотрим теперь у нас Альвута 3,7, здесь 3,1, там Курильские острова 4,7, 74 километра, 4,8, 20 километров, восток Японии 3,9, и вот 5,6 на юго-восток от Японии, глубина 10 километров, и 4,3 на глубине 10 километров. Здесь Тайвань, Япония, Юго-Запад молчат уже второй день. Северная Филиппина здесь 4,2, 14 километров, у Канпатаса троечка. Средняя Филиппина 4,927 километров, у южных две двойки. На Суматре у нас 3,0 и на юге 4,6, 61 километр. К восточной Донезии сумма 4,6, 86 километров, две тройки, двоечка, 3,9, 3,8, 3,1. Вчера вот здесь было тихо все, сегодня, смотрите, у Тимура 5,5 на глубине, 4,488 километров случилось, плюс 4,6, 68 километров, 4,4, 257 километров, 4,4, 250, 3,2. Вот шесть троек вот здесь вот у нас по Соловейсе проходит. 4,1, 10 километров, 3,9, 10 километров, 5,0 на глубине 53 километра в Папуа у нас наблюдается. Ну вот опять теперь, смотрите, затихла вот эта вся зона Соломонового острова, Фиджи, Кермандек, Само, Тонго, все молчит. Две тройки, две тройки у нас на северном острове Новой Зеландии. Так, смотрим, в Африке, в Антарктиде ничего нет. Вот это редкое землетрясение, восток Канады, а это даже не восток Канады, это штат Мэн, США, 3,0 на глубине 5 километров. И смотрите, что творится на юго-западе Аляске. Здесь 5,0 произошло на глубине 33 километра. Две двойки, 4,0 на глубине 72 километра и две тройки. Так, на Гавайях 3,4, у нас у Орегона 4,4 на глубине 10 километров. Вулкан Джексон-сегмент, вот этого не было, Джексон-сегмент, это новый вулкан. Так, здесь Калифорния на юге 3,3 плюс двоечка вот здесь вот в долине. 2,7 в Канзасе, 3,1 в Техасе, север Мексики 4,0,10 километров, 3,6 Калифорнийский залив, 3,3 тройки вот у нас и сразу 10 практически, если посчитать четверг, то будет 10 землетрясений. Тройки, четверки, 0,4,0,27 километров. Так, на юге, на границе с Гватемалой 4,1 на глубине 123 километра, плюс вот здесь вот у Коста-Рики 2 двойки, тройка, у Панамы 3,1 и 4,4 на глубине 10 километров. Так, между Домиканской республикой, Порто-Рико, здесь у нас наблюдается 4 тройки и 2 двойки, 3,3 вот в Гваделупе на глубине 24 километра. Так, Эквадор давно не было здесь, 4,6 на глубине 28 километров, 4,1 на глубине 10 километров, юг Перу 4,1 17 километров и 3,6. Так, 4,4 118 километров и 5 тройочек. С центра Аргентины 4,5 на глубине 132 километра и 2 тройки, у Сантьяго 2,7. Ну, все вроде так. Давайте посмотрим, что ничего не пропустили, ничего не пропустили. Ну, что, активность у нас небольшая. Конечно, радует активность, ну, в кавычках радует, на юге Аляски, вот у нас здесь Папуа, Новая Гвинея, у нас в Японии 5,6, крупнейшее землетрясение, да. Также высока активность здесь в Мексике, вообще в Латинской Америке, обратите внимание, активность пошла вверх, также вот здесь вот на Карибах. Восточная Турция, обращаем внимание, да. Ну, и 2,4,1. На этом все, с вами был Олег Сканабир, Лабжи, отличного поражения. Продолжение следует...